О могучи руки, так Кришна обращается здесь к Арджуне, как к могущественному, Махабахо. Могущественный, значит, ему по силам познать вот эту тему. Кришна вдохновляет таким образом, что мы с вами, как Парупад говорит, молодые, разумные люди. Вы можете это понять, постарайтесь, но усилия приложите. Не расслабляйтесь. То, что прочитали и забыли, не надо забывать, не расслабляйтесь, научитесь. Вы разумные люди, молодые люди. Здесь Махабахо говорится, то же самое. Разумный, сильный, молодой, можно много всяких синонимов найти к Махабахо. И у нас есть тоже свои достояния, своя сила. Так давайте же их используем, правильно, не потеряем. Тот же, кто постиг абсолютную истину, никогда не пойдет на поводу у своих чувств и не станет искать чувственных удовольствий, так как прекрасно знает разницу между деятельностью, связанной с преданным служением Господу и деятельностью ради ее плодов. Как же вырваться из оков материального сознания? Вы не поверите. Очень просто. Элементарно просто. Ничего сложного нет. Просто обратиться к Кришне и все. Искренне все. Все, все, что мы... Мы повторяем мантру, вот эти круги, 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 круги. Может быть, где-то как-то проскочено, какая-то искренность. Вот это и является решением вопроса. Ум может поставить все это на... Как? Реверс называется? На реверс. Уже через несколько дней, или неделю, или месяцев ум на реверсе может повторять мантру, что нас кругло. Даже это будет поддерживать нас, даже это. И кто-то думает, ну вот, этого и достаточно, наверное. Не грызите пальцы и ногти. Когда слушаете Багавата, руки изо рта вытаскиваете. Это ум работает. Даже незамечаемо, на что делать. Рука во рту, ногти грызем. Слушаем Багавата. Ну, прогрессируйте. Вы думаете, это детали не важны, это ум говорит, не важно. Все важно. Замечайте свои привычки. Прогрессируйте, совершайте усилия с самого начала. Станьте матриаматикари. С первого дня становитесь матриаматикари. Сразу же, не откладывайте это в долгий ящик. Тогда что-то получится. Ну, скажите, кто будет счастлив, если через 30 лет практики мы обнаружим, что мы, конечно, отвлекали. Наконец-то утвердились. Это тоже, все равно, будет трагичное осознание. 30 лет жизни, боже мой. И вот моя квалификация. Но теперь я это осознаю хотя бы. Могу начать практиковать матриаматикари. Можно было с самого начала начать это делать. По милости преданных, как? Он говорит, обращайся к Кришне, Прогрессирует сразу же. Он сразу сказал, я тебе дал посвящение, дал святое имя. Теперь что, обращайся к Кришне? Все вопросы к нему. Если что-то непонятное, переспросил духовного учителя. Он тебя снова к Кришне отправит. Что Кришна сказал то-то, а ты не понял ничего. Мы обращаемся к Гуру, а к Кришне не обращаемся чаще всего. Гуру и к своему уму. Гуру и к своему уму. Гуру отвечают, а ум за эти вопросы одни и те же. Гуру отвечают, а ум те же самые вопросы задает, те же самые вопросы задает. Гуру ум, Гуру ум. А где Кришна-то? Вот он и какой интересный ум. Он говорит, я Кришна? Со мной советуй все. «Ты у гуру был хорошо, сам-то что думаешь?» Я думаю, то-то и то-то. «Ну, скажи, спроси у гуру». А гуру удивляется, что он не тот же вопрос задает уже немного лет. Ответ уже был. Такая бестия.